В эфире OBS Studio 2403. Мы внутри пресета делового интернет-тв ток-шоу Win-Win Live. Это вторая часть мастер-класса по работе с видеомикшером OBS Studio. В первой части, которая вышла полгода назад, я рассказывал продюсеру Любе Битнера, а я шеф-редактор Dream Media, о том, как я осваивал OBS Studio. До этого я работал в видеомикшере VMIX, который платный, а OBS Studio чем хороша, что она бесплатна. Вот за эти полгода какие-то функции я более освоил, но все равно я использую только некоторую часть функций, которая нужна для прямых трансляций. Вот еще раз сегодня мы по ним пробежимся. Для тех, кто совсем новенький, может быть, не все будет понятно. Нужно посмотреть первую часть. А для тех, кто уже поработал чуть-чуть, может что-то новенькое будет, а может не будет. Но тем не менее, вот покажу вам экскурсию по пресету делового ток-шоу, который у нас выходит еженедельно. Смотрите, сейчас вы слышите звук с микрофона, который называется LG-JHC1. Это обыкновенный караоке микрофон, который сейчас можно найти, поддержанный рублей за 500 на авито. Обычно мы ведем прямые трансляции с помощью USB-аудиопульта, которым подключены радиомикрофоны. Но в данный момент этого пульта у меня под рукой нет. А вот появился этот микрофон, который неожиданно хорошо как бы тоже заработал. Он подключается к гнезду микрофонов в ноутбуке. У меня слева там одно гнездо для наушников, второе для микрофонов. Вот. Дальше мы идем в настройки внизу, где настройки звука. Запись. Вот видите, первый микрофон, который подключен у меня, встроен в ноутбуке, отключен. И вот этот микрофон в свойствах я выставил уровень 70%, чтобы не было слишком много шума. И добавил усиление микрофона 20 децибел, чтобы звук был более басовым. А в настройках OBS Studio, в настройках, вот в основных справа, есть вкладка аудио. Вот в ней этот микрофон у нас подключен. Аудио с рабочего стола по умолчанию. Видео у меня настроено базовое разрешение 640 на 360, больше нет смысла ставить, потому что мы транслируем через 3G мобильный интернет. И если выставить более большое разрешение, то просто у зрителей, которые смотрят с мобильных, будет тормозить. Нет особого смысла больше выставлять. Хотя, если вы транслируете с кабеля, то вы можете там огромные настройки выставить. У вас будет картинка очень четкая. Конечно, у провайдера не будет тормозить. Но не забывайте, что транслируете это хорошо. А люди, которые вас смотрят, у них 70 процентов сидят на смартфонах из 3G интернета. У них точно будет тормозить, что технология так устроена. Вывод. Вот здесь режим вывода не базовый, а расширенный. В расширенном можно настроить. Кодировщик X264 ставим. Битрейт у меня сейчас 336 км, плюс 64 аудио, это вот 400. Больше как бы и нет смысла трансляции. Интервал ключевых кадров должен быть выставлен 2. этого требует сервис Restream, на который я транслирую, который уже ретранслирует в режиме реального времени. Вконтакте, в Фейсбуке можно свою страницу транслировать. У меня там в данный момент ретранслируется Вконтакте, на Ютьюбе, на моем канале, потом на Твиче и на Твиттере. А запись записывать можно с более высоким качеством. Формат записи в установленном КВ. Предположим, если прервется или компьютер вырубится, иногда такое бывает, или перегреется, или еще что-нибудь, то запись останется. Тоже и кодировщик X264, битрейт чуть повыше 500, можно и 800 поставить. Ну и в вещании сервис настраиваем, выбираем здесь сервер для Restream и ключ, который у меня внутри. А если вы транслируете только внутри, например, Вконтакте, заходите в раздел видео, настройки, создать видеотрансляцию и там вы получаете базовые настройки для вашего аккаунта. Вот и все. В настройках, которые справа, больше как бы не надо ничего. Теперь, что касается настроек микрофона. Вот здесь, когда мы сделали настройки микрофона, выбрали микрофон, у нас в среднем меню появляется меню микрофона. И здесь, в настройках микрофона, в расширенных свойствах аудио нужно обязательно выставить, не выключить прослушивание, а выбрать только прослушивание, заглушить вывод. Таким образом, вы сможете слышать то, что вы говорите в наушниках во время эфира. И этот уровень звука у нас виден вот в меню устройства воспроизведения. Устройство воспроизведения – это то, это и есть звук в эфире, то, что слышат наши наши зрители. У меня еще в данный момент включен второй микрофон. Видите, он выключен, называл его 920 аудио стерео. Это микрофон, который встроен, он стерео микрофон, встроен в веб-камеру Logitech 920. В данный момент он у меня отключен. Но его подключаю я не через этой основной меню настройки, а вот здесь, слева внизу, где подключаются к пресету разные функции. Вот здесь я выбрал захват входного аудиопотока и там его настроил. И здесь тоже в расширенных настройках, если он подключен, надо поставить, когда его включишь, только прослушивание, заглушить вывод, чтобы он пошел в основной наш канал. Что касается источников слева внизу, вот здесь, когда мы нажимаем плюс, текст, это любые виды титров, которые сейчас видены на экране. Источник медиа, это видео. Источник VLC-видео можно, если у вас стоит VLC-плеер, там можно как бы вывести в папку, загрузить много-много видеоклипов, там, не знаю, сотни даже, да, они будут там случайным образом проигрываться, например. Изображение это вот, или фоновое изображение на экране, или логотипы. Вот у меня, видите, внизу слева есть, вправо, справа есть захват окна. С помощью этой функции можно вывести, например, окно скайпа. В скайпе аудио это общий уровень звука на компьютере, и вы можете захватить окно скайпа, и зрители будут слышать и видеть скайпа. Захват игры, с помощью его, например, внутри захвата игры, вот у меня вот здесь покажу настройки вот этого, можно захватить отдельно окно, например, плеер, вот я пытался, тестировал получается, да, под плеер, универсальный видео-аудио плеер, там я захватил поток прямого эфира BBC World, и можно было вывести его на экран. Вот. Снизу, сверху вниз идем. Гест 1, 2, 3, 4, 5, это вот титры гостей. Вот сейчас у нас у каждого источника, вы видите, замок с помощью, когда замок у нас зажат, это означает, что мы сохранили размер и положение на экране. Если мы это жмем, можем двигать его. Вот. А глаз, когда он включен, означает, что в окне предосмотр, правое это окно эфира, а слева предосмотр, у нас появляется то, что мы хотим включить, потом через кнопку обрезка, то есть кат по-английски снято, мы переводим его в эфир. И наоборот, если отключим его, и еще раз обрезку, а задухание это медленный, разные можно спецэффекты, медленно переключается в течение полсекунды. Лого текста, например, вот здесь какие-то картинки на экран можно выводить. Dream Media, здесь у меня картинка введена на весь экран, который закрывает все титры, как вы видите. Live, это вот еще один титр, в котором во время прямого эфира меняется реальное время на часах от руки. Видео 2, в данный момент это включение сюжетов во время эфира, которые, видите, все слои в источниках, чем выше слой, тем он выше как бы как на этом, как лежат блины на этом. Чем выше блин, тем его видно. Вот сейчас видео 2, например, я включу. Нужно указать путь к видео. Dream Media видео, ну вот, например, вот этот короткий клип. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.